всем огромный привет и я очень рада видеть вас на своем канале сегодня у нас будет влог не буду долго разглагольствовать на 15 минут как я обычно делаю это в начале видео пар таких вещей хотела вам рассказать чтобы 100 не у нас такое достаточно резонансное дело тут произошло один какой-то недоумок честно никакого по-другому назвать не могу привязал собаку к машине и достаточно большое количество пути протащила просто по дороге семимесячного щенка вот и сейчас это у нас по всем группам на фейсбуке ходит собирая деньги для того чтобы щенок мог пройти реабилитацию потому что у него просто один бок там стерт куска мяса нет вот и честно говоря не знаю какое будет наказание но подозреваю что возможно не очень жесткая хотя в этом случае надо мне кажется по всей строгости закона потому что издеваться над животными это просто вообще но в силу возраста вот 80 лет человеку думаю что там что-то будет достаточно мягкая но посмотрим потому что я за этим слежу вот сама переводила часть денег там можно пожертвовать было по номеру там 5 10 15 25 евро вот и нужно было по моему около 6000 на операцию на счет постоянно растет потому что во первых собака в стационаре во вторых все эти процедуры каждый раз наркоз приходится делать чтобы обрабатывать рано потому что тупо нет вот мясо и там голое мясо и там даже в статье самой писали что невозможно туда взглянуть потому что если вы были вот на мясо комбинате то там то же самое творится под бинтами у собаки вот не знаю кстати что за порода похожи на какую-то охотничью мне сначала показалось что это вообще бегать но для бигля она слишком высокой очень длинные лапы но похоже на охотничью вот потому что в комментариях в статье я тоже не нашла нигде породу но это в общем не важно важно то что у человека просто безумец какой-то я не представляю человек который издевается над животными не знаю мне это очень о многом говорит короче ужас для эстонии эти случаи не так уж и часто но у нас и маленькая страна как бы но бывает но прямо так вот чтобы привязать к машине и катить и собака волочится ты на скорости едешь я вообще я просто не представляю мне кажется у него с головой не в порядке на 80 лет это вполне себе возможный вариант так что буду следить что там дальше будет и вот еще спрашивали меня про женщину в комментариях которые помните я писала что ей 1200 евро штрафа даже статью там прикрепляла по моему вот на самом деле суд признал что нет никакого состава преступлений цвет это был не синий а фиолетовый так что женщина делась вот просто таким просто неприятный такой встречи с полицией выяснения обстоятельства так с ней все нормально и штрафа не не дали так что кто меня спрашивал вот докладываю вам если посмотрите видео все остальное наверное покажу уже в самом видео скорого льва будет день рождения ему исполняется пять лет я недавно писала пост в телеграм-канале если вас там еще нет то можете заходить там часто какие-то темы обсуждаем вот смеемся вот как раз рассказывала как я уже говорила да речь у него появилась к трем годам а вот и дальше уже по нарастающей она развивалась фразы предложения там и так далее и тому подобное и он такой очень много вопросов уже где-то с год как задает но вот недавно задал мне вопрос мама почему я двигаюсь и блин потому что ты живой он спрашивала почему почему я живой и все у меня такой стопор и даже не знаю что ответить много у него таких я прям записываю за ним потому что ну интересно будет потом вспомнить как он раньше разговаривал это знаете вот у него где-то наверное мне кажется на годик речь запаздывает вот это вот неправильное как бы применение иногда падежей мамой буду кормить рыбов и утков но он очень быстро исправляется буквально группа раз ему сказать и он же следующий раз правильно говорит и грамотно строить предложение уже сам думает как поставить правильно если он не знает о я вижу что он задумывается и потом говорит про нечет как попросить или на меня смотрите правильно сказал все вот и если будет время потому что мы обычно если у кого-то день рождения то этого пипец меня не поснимали не пофотографируют потому что он как белки в колесе вместе с женей готовим гостей принимаем развлекаем детей там и так далее но если будет что-то я обязательно вам сниму и покажу это и в этот блок ставлю или если не в это тогда в следующий также покажу как мы закрыли батареи дома потому что я уже много раз говорила что любой ремонт будет смотреться не очень если вот вида виден этот кусочек советской батареи она греет то есть это самый-самый теплый батареи вообще которые были потому что я жила в доме где батареи современные и вот когда мы переехали здесь уже другая батарея это знаете небо и земля потому что эта батарея дает очень много тепла но она некрасивая по факту я не знаю как ее декорировать чтобы ну там красить не знаю в общем короче придумали так хочу сейчас открыть посылку и показать что я заказала из магазина синсай вот хочу сделать такой маленький проект хочу квартиру как в пинтерист вот поэтому буду как бы потихоньку все менять у меня есть пару таких вот идей как бы я хотела видеть чтобы здесь было в комнате в этой но вообще-то комната потом будет спальне но значит я сделаю в маленькой комнате вот а пока покажу что я заказала для дома там как сюда опять туда хоть не заходи потому что там постоянно идут какие-то акции скидки 30 50 процентов если честно сама не помню что я там заказывала но сейчас вместе с вами откроем и как раз посмотрим посылка у меня была недорогая там что-то на 35 евро по моему вот так реально цена была бы около наверно 80 евро так что сейчас откроем так взяла ножницы сейчас буду открывать посылку не помню заказывала я там что-нибудь бьющиеся точно помню один бежит это не для тебя посылка косметика это не косметика вещи для дома так и в общем первое что я заказала это вот эти просто не на резинках вот это мне просто не очень нравится уже серую такую заказывала но хэбэшки которые у них такие есть классные не было в наличии поэтому я заказала вот такой вот простынь дальше что это заказывала а разговаривали жени насчет терки вот заказала такую терку вот что увидела в интернете видео типа для чего здесь внутри вот такое вот место есть просто так и и ставите натирайте все остается там внутри вот а потом просто переворачивать например сыр и вот так вот или морковку и вот так вот куда вам нужно кладете вот следующее что заказала а вот говорила я про поднос который я хотела на кухню поставить вместо того который есть сейчас и заказала там он вообще просто очень бюджетно стоил это дерево акация я беру уже не первый раз именно из дерева акации очень мне нравится потому что они и влагостойкие в общем-то хорошо себя ведут вот она еще в пленке поэтому поставлю на стол туда куда хотела где там всякие у нас эти бутылки с приправами стоят очень такого рода а дальше заказала вот такие вот две корзины это я заказала в ванну я заказала там полку языке вот и в этой корзинке будут полотенчики маленькие лежать вот чтобы они не висели нигде а в большую не знаю что поставлю маленькие это для лица которые будут так что это еще вот это я вообще не помню что что-то тяжелое это точно не свечка сейчас соответственно это я заказала знаете что это я заказала хлебницу они хлебницу а маски смотрите она разбилась почему разбилась потому что неаккуратно и увезли в доставке он раскололась ну потому что дядя или тетя не знает кто вез посылку неаккуратно у них всегда кстати дпд когда привозят такое чувство будто они посылки ногами вообще пинают сейчас я ее достану покажу и последний образ себе заказывала зеленый я такой покупала обожаю на шужу довольно долго там один в один такой же в этот раз черный еще взяла очень мне нравится так что вот самая посылка была такая так ну вот все достала из упаковок так лучше видно что там есть что поднос сейчас наверное на кухню отнесу посмотрю как будет хотя бутылки конечно высокие будут стоять надеюсь не будут падать у нас там никто не лазит на столе вот и вот они корзинки вот эти мне очень нравится сочетание дерева со всем остальным со стальной мебелью вот мы кстати такую полку покупали вот она мы ее вообще в ванную покупали комнату но она у нас туда не влезла и в итоге короче я купила полку в икее две такие полки знаете по 10 евро они были на колесах и там убрала все душ гели вообще классно получилось тоже потом покажу и заказывали вот такую большую корзину для белья чтобы можно было ставить ее в спальне куда-то в уголок потому что ванной ну я просто тоже не пообещается стираем много одежды почему-то очень много на нас троих получается но такая большая корзина для грязного белья мне кажется вообще отлично были еще это вот высокая а были еще такие широкие но мы взяли именно высокую потому что она меньше места занимает потом когда мы сюда окончательно переедем в эту комнату имею ввиду тогда все и в общем поставим а так я очень люблю вот сочетание дерева вот какую-то мебель здесь оставим что-то вот наверное вот этот шкаф здесь оставим стеллаж потом полки я обязательно оставлю здесь нибудь там останется у меня другая полка вот и кстати за дверью у меня стоит еще один экран для батареи вот а другой я еще покажу вам так но вот смотрите я немножко сделала потемнее потому что я снимаю от света то есть напротив света так не получается нормально заснять все засвечено поэтому пришлось немножко экран потемнее сделать вот так выглядит этот экран мы выбрали черный но это дерево его можно отшкурить и покрасить тот цвет который вы хотите там внутри белая батарея вот это вот советская но ее можно тоже перекрасить черные тогда они сольются не будет она никак выделяться и я считаю что это оптимальный вариант чтобы батарея потому что батарея сама то сколько она дает тепла ни одна батарея другая с ней не сравнится но по крайней мере у льва в комнате современная батарея и столько тепла она не дает вот а эти батареи прям так хорошо нагревается и вот еще за счет черного экрана тепло она будет отдавать намного лучше но потом может быть мы его покрасим под цвет подоконника под цвет пола вот какой-то такой ближе к этому выберем цвет можно было выбрать не покрашенную вот но она была как бы чуть-чуть дороже и мы решили что все равно женя частенько что-то переделывает поэтому для него будет не проблема ее тоже переделать и покрасить другой цвет а может быть мы не знать цвет стены и покрасим потому что здесь будет спальня вот и потом в маленькой комнате тоже переделаем и на кухне тоже переделаем сейчас мы две купили чтобы посмотреть как они будут вообще смотреться как это будет выглядеть мне очень нравится вот поэтому если вдруг тоже ищите чем закрыть батарею ненавистную то можно воспользоваться вот таким вариантом ну в общем вот так выглядят мои корзиночки вот сюда и я в принципе для этого их сюда и заказывал потому что мне хотелось как-то организовать что вот эта верхняя полка была красива потому что сам по себе пластик я не очень люблю но здесь я больше никаких вариантов не нашла чтобы заполнить этот уголок между душевой кабиной я уже говорил что у нас просто нереальных размеров как ракета и между стеной вот теперь он функционально используется там дальние корзинки побольше у меня стоят мыло для рук и полотенчики и в эту я полотенчики потом приложил эту маленькую потому что эти полотенчики я использую для лица вот другие полотенца у меня другой корзине лежат и здесь вот снизу душ гели всякие некрасивые у меня нет столько баночек чтобы их перелить и в самом низу там у меня стоит все для стирки гели для стирки смягчитель для белья и разная там бытовая химия потому что тоже ее некуда засунуть четырехкомнатная квартира некуда нет нету места такого чтобы положить и чтобы не видно было и спрашивали меня тоже часто спрашивают каким шампунем я мой волосы что волосы хорошо так выглядят на самом деле самым обычным это заслуга не шампунь это просто заслуга что у меня такие волосы заслуга мама моей мам наполовину азербайджанка поэтому я знаете такой жесткий блестящий волос и толстые волосы как проволока уж сколько я их красила сколько черный цвет в водила не полосела и даже качество волос не испортилось но этот шампунь мне прям особенно понравился вот традиционный сибирский шампунь это против выпадения волос насчет этого не знаю потому что мне волосы не выпадают сейчас вот и а так мне понравилось знаете такое чувство как будто я еще потом бальзам использовал волосы такие рассыпчатые мягкие единственное что у него очень специфический запах именно этого как его прополиса если кто-то не любит то тогда не рекомендую а если любит то очень советую попробовать бюджетное средство но волосы мои прям очень довольны и кстати не перхоти ничего не корочек никаких нет ну плюс я еще ульяж пользуюсь средством этим который показал в предыдущем видео которое брызгать на голову надо и думаю что львиную долю того что все у меня прошло это конечно его заслуга вот так что и деловать и что я еще хотела вам показать сами сюда пришла здесь у нас свет получше в ванной чем дневной там сейчас потому что может быть дождь собирается там темновато в комнате пришлось кстати нам купить новую стиральную машинку потому что я не знаю это какой-то злой рок но у нас за год сломался просто все что только можно стиральная машинка сломалась проектор сломался посудомоечная машина сломалась женя вот и и починил на стиральную машинку два раза чинился на третий раз она короче уже все сказала ребят хватит меня насиловать давайте я уже на пенсию пойду мне четыре года вот и мы заказали вот такую другую машинку у нас сюда только с верхней загрузкой можно потому что еще раз повторюсь место мало в комнате и сейчас покажу мои находки во первых это вот такая вот палетка очень очень интересно фотографии вставлю как выглядит здесь получается вот цвета теней то есть тени имена и вторая часть это подводки и которые используются но вот видите можно активировать с помощью воды но мне дюролайн есть можно вот стрелки всяких таких цветов рисовать классно очень пигментированная и что я бы хотела посоветовать это уже из корейской косметики идет первое то вот такой вот биби крем 13 оттенок я когда его открыла мне прям таким желтым показался но когда я его намазала первый раз увидела как может адаптироваться тональная основа такого сомнительного цвета к цвету кожи на моей коже сразу стал светлый вот не знаю как это все работает но крем просто отличный фирма пурита наверное это корейская фирма поэтому так у меня фокус куда-то не туда так что советую вам присмотреться к этой фирме заказывала с корейского сайта от нее коробочка бумажная прикольная дальше тоже такой с одной рукой наверное не откроет делала на него ну типа обзор в instagram вот это средство для контурирования просто идеального оттенка так дима фокус очень хорошо подходит светлокожим тоже фотографии вставлю где прям достоверные такие оттенки можете тоже присмотреться и фирму тоже напишу ну вот она наверху написано the cool for school называется и еще вот такой вот крем от темных кругов под глазами опять же первый раз так так фокус первый раз я встречаю крем который реально избавил меня за неделю от кругов под глазами тоже корейская марка вот так выглядит серебряная упаковка название тоже укажу и сайт если хотите оставлю потому что я его не оставляла сначала проверяла придет ли мне оттуда посылка что вот за все я заплатила там еще не было два средства всего лишь 35 евро там очень-очень приличные цены вот кстати косметичка моя новая с алиэкспресс я заказывала метка белый уже есть под кожу сделано вообще отличного качества там за четыре или за пять евро она вышла у меня есть разных цветов но для коричневую и бежевую взяла так что вот так и еще вот такие у меня классные находки два карандаша в оттенках ну я не знаю здесь выглядит на видео коричневый на самом деле они цвета такой пыльной розы я вам сразу на губах свочи покажу делала на губах тут пальцем не грязно это я прищемила сегодня стиральной машинкой синяк остался вот это vivienne собольный 0 3 оттенок и второй карандаш это от ardeco вообще супер карандаши вот этот карандаш от ardeco более комфортный такой на губах этот немножко сушит губы но все равно очень я люблю я всегда губы перед тем как использую карандаши я их увлажняю скраб для губ делаю вот так что кто находится в поисках вот посмотрите сейчас вот на экране будет как они у меня на губах смотрится я их прям там в губах держу во рту вот и будет видно потому что я решила что свочи на руках карандашей делать нет смысла потому что здесь кожа очень светлая и совсем другая а вот на губах получилось очень достоверно вот стоил вот это по моему 8 евро и вот этот карандаш у нас от ивенса бы собода стоит 4 по моему или или 550 где-то так ну знаю что в других странах подешевле чем у нас поэтому думаю что это можно к разряду бюджетной косметики отнести